Здравствуйте, мои дорогие подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодняшняя тема. Какие бывают огурцы? Мы знаем, знаете, такие выражения. Оковалки, стандарт огурчик, корнишоны и пикули. Что же это такое? Вот хочу вам показать на огурцах компании Гавриш, что все эти огурцы имеют место быть, и все они очень даже хороши. Ну, естественно, оковалки – это те, которые переросли примерно в ладошечку и толщиной, и длиной. Почему оковалки? Ну, может быть, от слова «оковать», «ковать» слово – это же кузница. Там не бывает мелких частей, там бывают только какие-то болванки. Вот примерно огурцы так и выглядят. И тепличный огурец большой, особенно переросший, ну, точно оковалок. Значит, вторые, которые стандарт огурчик, это те, которые примерно, ну, как бы чуть побольше пальчика. Вот такой. Такие идут в баночку, хорошо укладываются. И по качеству своему, по возрасту, они как раз те, которые мы любим. Есть огурчики. Ну, это, естественно, кураж, да, среди огурцов Гавриша. Это может быть и теща, и зятек. А вот уже корнишоны – это размер, если у стандарта огурчика размер такой 12-13 сантиметров, да, ну, такой вот он. А уже у корнишона будет размер, ну, до 9 сантиметров. Я бы сказала, до 10 – это максимум. А уже пикули – это, конечно, малыши. Там 5-7 сантиметров, то есть 2,5 фаланги пальца – это изыски, которые мы, как правило, готовим на какие-нибудь семейные праздники, и уж на Новый год обязательно. И сорта, они, конечно, очень разнообразные у Гавриша. Вы знаете, что есть лилипут, есть мурашка. Вот они как раз и относятся к тем пикулечкам и к тем корнишонам. Значит, ну, сегодня я хочу показать вам. Помните, тема была? Есть на что посмотреть. Вот сейчас вы увидите, что такое огурец от компании Гавриш. Вот Дима сейчас все это снимет, потому что мы будем собирать огурцы сегодня. Да, я надеюсь, что вы видите, какое изобилие и там, и с той стороны, и с этой, и вверх по стеблю одни сплошные огурцы. Ну, и, конечно, смотрите, следующий куст стоит, он тоже весь в огурцах. Кураж, куражится. Наверное, поэтому его так назвали. У компании Гавриш селекция очень хорошая, и многие наши подписчики в этом убедились. Посмотрите на следующий куст. Нет ни одного куста, на котором бы не было такого вот количества. Камеру сюда, пожалуйста, посмотрите. И все по стеблю до самой макушки в огурцах. Я бы сказала, что это отпад с истерикой просто. Ну, следующий куст, все то же самое. И если вы, конечно, бы смотрели бы все мои программы, если бы покупали семена от тех компаний, которые этого заслуживают, а компания Гавриш, как никто другой заслуживает внимания, вот у них просто селекция на самом высоком уровне. Ну, даже не знаю, вот сколько их возможно вообще на одном стебле. Здесь вот два огурца, да, и две палки стоят подпирающие. Ну, и на втором такое же количество. Идем дальше, открываем его. Господи, боже мой, там просто невероятно их много. Эти огурцы пойдут уже на засолку. Съесть такое количество невозможно. Даже с одного стебля. Вот смотрю, ну, вот. Ой, сейчас оторву. Ну, вот это вот оковалок называется. То есть он перерос. Нужно было снять его позавчера. Ну, руки до всего не доходят, и у нас сегодня съемки. Поэтому я просто хотела, чтобы вы увидели вот эту вот благость просто. На каждом кусте их такое количество. Я даже не знаю, ну, честно сказать, я-то привыкла к такому урожаю. Но вы часто пишете, что у вас много пустоцвета. Мы разберемся в следующей программе, чего это вдруг пустоцвет. Я ведь сто раз уже рассказывала. Вот с этими огурцами ничего подобного не бывает. И вы должны понимать, кого и куда посадить. То, что для теплицы пускай растет в один стебель, если нету места на участке. И огурцы такие, как теща, зятек, да, и лилипут, и мурашка, они предназначены, конечно, для парника. Для, чтобы они росли, ну, на небольшом, небольшой опоре. Ну, остальное все, что они дадут боковые, врастил. Огурцов будет просто море. Вы этого не делаете. Вы послушайте доброго совета, да, старушки. И у вас все будет получаться. Вы помните, какие у меня, какая рассада была, ну, ну, не очень, скажем прямо, получилось с самого начала. Потому что погодные условия были отвратительные. И мне было очень жаль, если бы я испортила семена такой замечательной компании. Но ничего не испортилось. Я вовремя все успела. И все подкормки, все на пользу. Ну, я считаю, что компания Гавриш в этом году просто замечательно себя ведет. Ее огурцы, ну, я даже не знаю, такое количество. Если огурец Кураж, он, да, у нас растет на опоре, он индетерминатный, как я говорю, то есть не имеющий ограничения в росте. Я себе представляю, какое количество огурчиков будет на каждом из кустов огуречных. Они посажены очень редко. Заметьте, между ними даже есть расстояние. Это не мешает им хорошо плодоносить. Ваша задача не жадничать, да, не пихать столько, чтобы даже зайти не можете, а посадить столько, чтобы вы свободно проходили. И в случае заболевания одного растения, чтобы между ними было место обязательно. Иначе болезнь быстро с одного растения перепрыгнет на другое. Ну, что еще хочу сказать сегодня. Значит, огурцы все соберу. Я думаю, что банок 6-7, ну, боюсь сказать 10, потому что вижу вот там на кусте просто венок внизу лежит. Вы сейчас это тоже увидите. Боюсь, что придется заниматься засолкой сегодня целый день. Я скоро уеду с дачи, и поэтому и варенье, и огурцы уже требуют особого внимания. Так вот, хочу вам сказать, что огурцы этой компании, Гавриш, они гарант того, что вы будете с урожаем. И когда некоторые пишут, ой, у меня ничего не взошло, ой, у меня, ну, бывает такое. Ну, чтобы ничего не взошло, не бывает. Это неправда. Тем более, что при, ну, обыкновенном уходе, я же не живу в этой теплице. Это обыкновенный уход, обыкновенные подкормки. То, что мы даем огурцам ежегодно. Я считаю, что каждый может справиться с этими сортами и получить взамен благодарность в виде огромного количества зеленцев и оковалков, если хотите, и стандарт огурчиков, и, конечно же, корнишон, и, конечно, пикулей. И мы увидим еще, как плодоносит и мурашка, и лилипут. Они все здесь есть и представлены. И за ними еще пока, да, не до них, пока не до них. Пока те, которые заплодоносили раньше, их надо собрать и все законсервировать. Кстати сказать, у меня очень хороший рецепт есть. Ну, это, наверное, в следующий раз, когда вместо уксуса либо лимонной кислоты нужно положить просто водку. Я скажу потом, сколько и чего нужно для этой консервации. Ну, а на этом целую крепко. Ваша Репка и компания Гавриш.